МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА – Провести уютный воскресный вечер в компании с нашим гостем и с разговорами о музыке. Чтобы не тянуть время, сразу представляю, кто у нас сегодня в гостях. У нас тема сегодняшнего семинара – «Человек-оркестр». Как можно одному человеку играть за всех и зачем это нужно делать. И один из лучших человеков оркестра в городе Москва у нас сегодня в гостях. Давайте приветствуем Тимур Ведерников. – Добрый вечер, здравствуйте, друзья. – Друзья, спасибо, что пришли. И спасибо, что включили телевизор и смотрите нас теперь уже вот там. – Да, они здесь. – Они здесь, да. – Ну и, конечно, спасибо и тем, кто пришел в студию. Потому что семинар «Лерн-мюзик» – это такое место, где живое общение приветствуется. Поэтому, дорогие друзья, если кто-то захочет задать вопрос, не томите себя и не тяните с этим желанием. Поднимайте руку, к вам подойдет девушка с микрофоном. И все мы этот вопрос услышим, поговорим. Но давайте мы начнем, наверное, с музыкального номера. Ибо человек-оркестр, он же такой человек, который все время хочет что-то играть и петь. Правильно? – Ну, наверное. – А потом мы будем говорить о том, как он это делает. – С радостью как? – Как и все, что надо делать в этой жизни. – А потом мы будем говорить о том, как он это делает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Тимур Ветерников И его волшебные инструменты Я имею в виду, кстати, не только гитару, которую мы понимаем, что инструменты Но как раз, когда мы говорим о человеке-оркестре То далеко не только гитара И, может быть, не столько гитара Требуется, да? А еще какие-то специальные знания, навыки И уж не говорю о приборах О приборах чуть позже, да? О приборах чуть позже Я пока специально все приборы выключил Сейчас звучит вот гитара, как она есть Ну, только небольшая обработка, может быть, и все Тимур, ну тогда, чтобы сразу ввести наших посетителей и телезрителей Уважаемых в курс дела Что такое стиль фингерпикинг, который ты сейчас продемонстрировал? И вообще зачем он появился? Зачем это надо людям? Ну, это, наверное, составляющая нашего сегодняшнего семинара Потому что, конечно, вот то, что называется «человек-оркестр» Или как можно одному работать весь концерт Это немножечко другое, но замечательный стиль фингерпикинг Позволяет гитаристу играть одновременно соло, ритм То есть соло и аккомпанемент вместе Сделал его популярным по всему миру великий гитарист Чет Аткинс А также, конечно же, и Джерри Рид И Мэрл Трэвис А сейчас одним из таких самых известных, наверное, на весь мир гитаристов Фингерпикингистов Можно я скажу? Да Тони Эммануэль Правильно! Молодец! Аплодисменты, пожалуйста Спасибо Тони Эммануэль недавно приезжал в Москву А первый раз мы его пригласили на фестиваль «Мама Кабо» Это было в Коктебеле И, честно говоря, он, конечно, очень много рассказал и показал Он тоже давал мастер-классы Вот, и я сидел там вот так, открыв рот и смотрел, и слушал И кое-чем я с удовольствием с вами тоже поделюсь Так вот, что же такое фингерпикинг? В первую очередь, самое важное, что есть в фингерпикинге Это так называемая раздельная игра пальцами То есть есть большой палец, вот он На него надевается вот такой вот коготь Кстати, еще знаете, в чем прелесть этого когтя? Вот вообще вот В песочнице ковырятся Нет, я вчера, скажу честно Ел соленую рыбу Ну, знаете, вот эти вот? Вот эти вот, да? И загнал себе вот сюда Кусок плавника Знаешь, как больно? А одеваешь этот коготь Какие-то ужасные вещи И ничего страшного Играется Так вот, значит, в первую очередь Это вот этот замечательный коготь Ну, называется он коготь, наверное Или там пик Я не знаю, как он будет по-американски, английски Обычный коготь фирмы Дамлоп У меня мидл размер А там дальше надо смотреть У кого какой палец Вот И что происходит? Этот коготь используется как медиатор Который, ну, как обычный медиатор Которым все привыкли играть Вот Но в то же время Самое главное Что он может Абсолютно большой палец Вместе с этим блокчатом